Восемь эффектов, которые создают применение славянской прикладной науки. Первый эффект пророка. И ему соответствующий вопрос в РПТК-1, который гласит, почему возникает эффект пророка. То есть он возникает, это факт. Здесь вы применяете славянскую прикладную науку и превратили ее применение в образ жизни. Возникает эффект пророка. Не использовать ничего, кроме изначального знания. Эффект эталонного собирательного образа. Почему возникает эффект эталонного собирательного образа мужчины или женщины. Что собирательному образу женщины, мужчины соответствует. Какое заявление. Помните, я же не зря вам рассказывал про повешение и обезглавливание. Что только сочетание этих двух вещей идет к чему? К росту человека вверх. Безвыходное положение. И, так сказать, причина. Женщина это причина. А мужчина это безвыходное положение. То есть, женщину характеризует, помните, скорохладность. Модель. Вот почему, да? Потому что она причина. К. Когда, да? А мужчину характеризует, когда. Почему? Женщин учат от знаний. От неизвестных двигательных задач, а мужчина от неизвестных двигательных задач к знаниям. Этот принцип порождает эффект принадлежности к полу, который говорит о том, что единовременное применение причины безвыходной ситуации обеспечивает этот эффект. Почему возникает тут эффект управляемого бессмертием? То есть, есть базовый принцип, а есть вспомогательный. Вещи, которые позволяют вам это сделать. Жизнь перед алтарем. То есть, вы как бы ставите себя на суд Божий во время жизни, а не после смерти. Это вызывает эффект управляемого бессмертием. Вы так жить должны, так жили все ваши предки. То есть, ну, мало сказать, я буду жить перед алтарем. Стою перед алтарем. Как это сделать? Вот вопрос. Самый главный. Вмечение того, что, извините за выражение, сказать-то можно. Вы каждую секунду будете забывать об этом. Возникает некий эффект Робин Гуда, я бы даже так не назвал. Да, с справедливой силой непреодолим. Справедливости эффект такой возникает у несправедливого парня. Справедливость это то, что с правью длилось. С правью длилось. Что такое с правью? Это высший мир богов славянских и предков. Мир высших богов. Род это проекция этого мира на землю в диапазоне. Но не род сам по себе проекцией является, а совет. Род является проекцией правильной на землю. Почему этот эффект Робин Гуда возникает? При превращении прикладной науки в образ жизни. Эффект непреодолимой силы. Жизнь как молитва дает эффект непреодолимой силы. Вы не представляете себе, что творится с людьми, когда какой-то из людей, ему говорят, ну что ж, будешь воевать против всей Москвы, а он говорит, погибшие за веру попадают в рай. То есть мне все равно. Мне давно. Все все равно. Меня ничего в этом мире не держит и не интересует. Вот, сила прямо пропорциональна степени отречения. Эффект работает, не прикладывая усилия. Эффект какой-то легкости при реализации задачи без усилий. Вот этот эффект, почему он возникает? Реализация задачи без усилий. Усилия когда возникает? Когда мы боремся друг с другом, да? Если мы боремся не с людьми, а с результатами, вот вызов себе, да, он как раз характеризует легкость реализации. Вместо человека вызов, вызов себе. Что приводит к чему? В борьбе с достижениями, а не с людьми. Не против людей, а с повышением планки достижений. Вызов себе. Хуже всего для ваших врагов, ваших успехов. То есть поединок, бац, упал, да? А когда достижение, вместо вот этого контр-усилия, да, человек смотрит, смотрит, смотрит. До человека появилось, до этого появилось, до этого появилось, до этого, ну что ты ошибался? Может я ошибался? Ну, хороший человек. Вот здесь у нас вызов себе и приложение усилий в плоскость достижения, а не в плоскость борьбы, что? Эффект вот этого хранителя тайного знания возникает. Он тоже возникает. Потому что вы знаете больше, чем знают все люди на земле. Подавляющее большинство. Хранить предание возникает эффект хранителя тайного знания. Есть эффект пророка, да? И эффект хранителя тайного знания. Это так называемая подкова. Это так называемая подкова славянская. Выглядит она так. Хранить предание и не использовать ничего, кроме изначального знания. Эффект Алисы Селезневой. Это что такое? Это вот такого инопланетянина, да? Не от мира сего. Человека, да? Алиса Селезнева находилась где? В гостях, да? Так вот, вам нужно знать. Что вы гость здесь, а не хозяин на земле. Вам нужно выбрать модель поведения гостя вместо модели поведения хозяина. А если этот гость, еще такой гость, за которым стоит целая армия, такого гостя рады видеть. То есть третья сила, которая никому не принадлежит, с какой силой будут искать что? Союз всегда, чтобы себя усилить. В Евангелии сказано, поклонись мне, все царства мира мне отданы. Я тебе их не подам. Вот те вещи, к которым идет славянский менеджмент. То есть те эффекты, которые мы видим в миру, они порождаются вот этими догматами славянского менеджмента. То есть все методы славянские родоставничьего проистекают из восьми условий, при которых возможно реализация системы постамента. Это постамент воплоти. И вы себя должны научить таким образом жить единовременно в восьми этих системах.